Добрый вечер, итоговый выпуск Часа новостей на 12 канале в студии Любовь Федорова и вот главные события этого дня. Когда воды так много, что в скважинах она стала непригодной для питья. Под Омском поплыло несколько улиц. Здесь у нас находится скотина, хоздвор. Все затоплено. Почему даже после вывоза снега не удалось избежать паводка? И кто помог сдвинуть проблему с мертвой точки? Счет на минуты. Мы можем легко дойти до 4000 операций в год. Новое оборудование в кардиодиспансере. Как 3D-проекция повлияет на продолжительность и качество жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Мечта эмигрировать в Европу привела за колючую проволоку. Это все при вас почему сейчас находилось? Вы куда-то это увезти хотели? Давайте с облакадом поговорим. Бывшего сотрудника оборонного предприятия осудили за госизмену. Какие данные он собирал для западных кураторов? Накормят, оденут и подарят вдохновение. Я считаю себя освободительным женщин от вот этой вот рутины. Форум самозанятых в Омске объединил 500 предпринимателей. Какие ниши сейчас самые востребованные? И минутка милоты, а мечи могут увидеть детенышей лемуров. Расскажем, где. В России прошла новая серия задержаний фигурантов дела о трагедии в Подмосковье. За что задержан? За тракт Крокус. Заводите. Как сообщили сотрудники Федеральной службы безопасности, задержанные причастны к страшной трагедии, которая произошла в Крокус-Сити-Холле. Двое из них иностранцы, еще один имеет российское гражданство. По версии спецслужб, они переводили террористам деньги на покупку оружия и транспорта, а также вербовали в особников. Напомню, вечером 22 марта несколько вооруженных мужчин в масках ворвались в торгово-развлекательный центр и открыли стрельбу. По последним данным, в трагедии погибли 144 человека. Пострадал 551. К другим темам сразу несколько улиц оказались в зоне сильного подтопления в Береговом. Большая вода пришла на окраину поселка. Залиты дворы и подвалы в домах, и это при том, что местные жители заранее вывозили снег со своих территорий. Прибывающая вода оставила дома почти без света и отопления. О своей беде о мече рассказали наши редакции. С подробностями Анастасия Донец. Здесь у нас находится скотина, хоз двор. Все затоплено. Дома, сарай и теплицы. Все плывет. Дачный поселок Березовая роща, где люди живут круглый год, превратился в долину озер. Местные говорят, подтопление здесь происходит ежегодно. Но это первая весна, когда вода пришла так неожиданно, быстро и в таком количестве. Как рано открыли, оно ручьем поджало. Если бы она по медленному ушла, так, может, и не пришло бы. Оно резко просто все пошло. Масштаб потопа поражает даже старожилов. Говорят, впервые Паводок добрался до жилых домов. Вода уже стоит в подвалах. Люди боятся, что вот-вот замкнет проводку. И чтобы избежать пожара, отключают электрокотлы отопления и сидят без света. Погнев затопило весь. Чуть-чуть осталось, буквально, чтобы вода пошла в дом. Остались жители СНТ без питьевой воды. Раньше ее брали из скважины колодцев во дворах, но сейчас их тоже затопило. Здесь у нас находится скважина. Вода поступает питьевая. У нас три человека в семье. Сейчас мы остались без воды. Не постираешься, не пьешься, не приготовишься. Дачники начали искать причину резкого подтопления. Одна из версий виной всему соседе – село Надеждино. По мнению местных, оно находится чуть выше. В этом году там якобы неправильно прокопали противопаводковые траншеи. И поток талых вод устремился к березовой роще. Оттуда, откуда в основном идет большая вода, талая вода, это Надеждинская. Они не отвели эту воду, а просто ее сбросили. А куда им, в общем-то, безразлично. То есть от этого пострадали только мы. Жители СНТ говорят, не раз звонили в администрацию Надеждино, но результатов это не принесло. Чтобы разобраться в ситуации, наша съемочная группа отправилась в соседнее село. Это уже территория Надеждино, прямо за моей спиной СНТ «Березовая роща». Их разделяет буквально 300 метров. Но, как уверены в администрации поселения, всю свою воду они скидывают не к дачникам, а, как и положено, в ливневую канализацию. Как нам пояснили, коммуникации были построены несколько лет назад, в том числе и для борьбы с паводком. Осенью их освободили от мусора, а этой весной почистили с помощью спецтехники. Та вода, которая идет по ливневым канавам, она направлена в большие ливневые канавы советского округа и уходит в сторону колонии, в сторону озера. Вода, которая попадает к ним, это, скорее всего, также с полей, близлежащих участков. Только после того, как ситуацией заинтересовался 12 канал, дело сдвинулось с мертвой точки. На место выехала специальная комиссия. Началась откачка воды с помощью мотопомпы. В администрации советского округа нам пообещали осушить всю затопленную территорию. Мы выезжали, смотрели территорию. Сегодня мы договорились с нашей управляющей организацией, которая проводит работу на территории округа. Они у нас сегодня помогают откачать воду. Будем собирать комиссионные обследования в летний период, когда все подсохнет. Дело в том, что раньше этот участок в зону паводка не попадал. Но по итогам обследования СНТ могут включить в список территорий, где существует риск подтопления. Тогда здесь будут заранее проводиться противопаводковые мероприятия. При необходимости обустроят заграждения или каналы для отведения воды. Анастасия Донец, Валентина Шемякина, Павел Манжос, 12 канал. Другим темам операции на сердце в Омске теперь будут проходить в три раза быстрее. А обследование качественнее. Все благодаря новому оборудованию. Аппарат показывает мельчайшие сосуды и сердце в 3D-формате. И позволяет отказаться от рентгена. Раньше таким оборудованием были оснащены лишь федеральные медицинские центры. Теперь ездить за тысячи километров омичам не придется. Самые востребованные и сложные операции проводят и в нашем городе. Репортаж Анны Лукинец. Как самочувствие после операции? Хорошо. Хорошо. Нигде не болит? Нет. Виктору Цегулеву 76. Но своим активным образом жизни может дать фору любому молодому человеку. Правда, здоровье подводит. Десять лет назад пенсионеры установили электрокардиостимулятор. Прибор для контроля сердечного ритма. И вот пришло время плановой замены. Срок работы первого кардиостимулятора вышел. И на бульварной сказали, что еще запас может быть полгода где-то. Но желательно поменять сейчас. Как прошла операция? Ой, вообще чудесно. Не больно, ничего. Здесь же местная анестезия. Никакой боли не ощущал. Виктор Цегулев – первый пациент в новой рентген-операционной кардиологического диспансера. Она оснащена современной ангиографической установкой. Это аппарат, благодаря которому под воздействием рентгеновского излучения можно прозветить сосуды и полости сердца и дать более точные результаты диагностики и лечения, что позволяет уменьшить количество осложнений после хирургических процедур. На данном экране изображена 3D-модель сердца, благодаря которой хирург может проводить операционное лечение по восстановлению ритма. Это оборудование позволяет делать операции без рентгена, а также сократить длительность вмешательства в 3 раза. В делах сердечных время идет на минуты, поэтому от скорости и слаженности персонала зависят жизни пациентов. В среднем по стране на то, чтобы доставить больного из приемного отделения в операционную, тратят полчаса. В Омском кардиодиспансере – 18 минут. С открытием этой операционной нам позволяет увеличить количество операций. Мы можем легко дойти до 4000 операций в год, что позволит сминимизировать нахождение пациента в кардиодиспансере. По статистике, именно болезни системы кровообращения занимают первое место в показателе смертности населения. Врачи говорят, только в Омской области от этого недуга погибает около 800 человек в год, в том числе люди трудоспособного возраста. И если раньше пациентов с такой проблемой отправляли в ведущие федеральные клиники, то теперь лечение проводят в Омске. Открыли новую рентгеноперационную в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Рентгеноперационная, которая гибридная. Это сочетание такого супероборудования, когда можно делать и операции на сердце, коронарографии, стентирование, и операция на головном мозге. Это тромбоэкстракция. Вытаскиваем тромбы из сосудов мозга при инсульте. Помимо эффективного лечения, проходит быстрее и реабилитация. А значит, пациент уже скоро вернется к привычной жизни. В Омской области проснулись клещи. Первыми вредители обнаружили жители микрорайона Береговой в Советском округе. После пробуждения они особенно опасны. Уже несколько человек снимали паразитов со своей одежды после прогулки. Немало жалоб в соцсетях и от собаководов. Уже в конце марта в городских парках хозяева находили клещей в шерсти животных. В Роспотребнадзоре отмечают, пока официальных случаев укусов не зарегистрировано. Отмечу, что чем теплее на улице, тем агрессивнее клещи. Напомню, что они являются переносчиками смертельно опасных заболеваний. Самая надежная защита – прививка от клещевого энцефалита. Взрослым для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Детям можно вакцинироваться через медкабинет в школе. Также напомню, что в прошлом году от укусов пострадали свыше 5000 жителей региона. От мастерской на домашней кухне до предпринимателя межрегионального уровня. Форум самозанятых обичей объединил больше 500 бизнесменов самых разных направлений. Все эти люди буквально по крупицам строили свое дело. Многие прошли путь от идеи до крупного производства. И сегодня занимают уверенные позиции на межрегиональном и даже международном уровнях. Также на маркетплейсах. Какие ниши сегодня самые востребованные, изучили наши корреспонденты. Сейчас я приготовлю для вас тарталетки с лососевым риетом на основе творожного сыра и копченого лосося. Канапе, тарталетки и миниатюрные закуски. Нина Рокотянская фуршетные угощения создают легко и изящно. В этом деле она настоящий виртуоз. Рассказывает, мини-шедевры стала готовить по зубу сердца. Началось все с любительского мастер-класса. Пока женщина оттачивала свои навыки на кухне, на рынке услуг, тем временем рос спрос на доставку готовой еды. Так хобби и превратилось в собственный бизнес. Я считаю себя освободительным женщин от этой рутины. Услуга эта стала достаточно популярной, потому что многие заняты очень и некогда не приготовить. Сегодня Нина участница форума «Занят сам», который проходит в Омске уже пятый год подряд. Женщина не только получает новые знания, но и готовит фуршет для организаторов и спикеров мероприятия. Среди них владелица мастерской детских подарков Ирина Ляшева. Вообще с брендом «Занят сам» я знакома более двух лет. И на самом деле это уникальная возможность самозанятым узнать что-то новое, увидеть классные примеры, как росли другие предприниматели, вдохновиться и упростить себе путь от самозанятого до предпринимателя. Идея открыть свое дело у Ирины родилась тогда же, когда появилась на свет ее дочь. Несколько лет назад. Уникальные наборы для малышей из экологичных материалов стали так популярны, что молодой маме пришлось расширять бизнес. А значит учиться собирать команду и делегировать обязанности. Сейчас этими знаниями эксперт охотно делится с участниками форума, который в этом году проходит под слоганом «Акселерация из самозанятости в предпринимательство». Форум, наверное, нужен для того, чтобы все могли увидеть лидеров. Потому что в каждой сфере есть свои лидеры. И очень важно, чтобы эти лидеры показывали пример другим, вдохновляли, наверное, на новые успехи. На сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано более 112 тысяч самозанятых. Амичи успешно осваивают свободные ниши в самых различных сферах. Не обходится и без креативного подхода, о чем свидетельствует ярмарка, которая работает в рамках форума. Авторы самых ярких проектов и идей, представленных сегодня, отправятся в соседний регион для обмена опытом. Бизнес-экскурсия – подарок от организаторов. Валентина Шемякина, Ольга Седовичева, Анастасия Донец и Павел Манджос. 12 канал. 285 миллионов рублей получили районы Омской области по итогам рабочих объездов главы региона. Виталия Хаценко. Деньги направлены на решение самых актуальных проблем – ремонт дорог и водопроводов, реконструкцию крыш, строительство хоккейных коробок и новый спортинвентарь. Так, например, для будущих звезд сцены и хоккея Москаленский район получил новое акустическое оборудование и спортивное обмундирование. Репортаж Анастасии Вишовой. Елена Титинкова распаковывает современное музыкальное оборудование. Оно поможет ребятам развивать свои вокальные данные на профессиональном уровне. Замечательный, хороший, фуншерный культ. Когда ребята поют без аппаратуры, они себя плохо слышат. А когда они поют уже в микрофоны и под хорошую аппаратуру, то у детей уже складывается свое видение, своего голоса. Музыкальная колонка, беспроводные микрофоны, усилитель звука – все это поможет юным артистам выступать на большой сцене. Часть аппаратуры уже используют в деле, другую еще только предстоит настроить. Кирилл Конуркин больше года играет на гитаре. Сейчас осваивает трансакустическую систему. Это небольшое приспособление, к которому не нужно подключать массу проводов. В любой момент ты можешь подключиться как к колонкам, так и выйти на сцену, чем просто с микрофонами стоять и мучиться с ними. Руководство Москаленского центра дополнительного образования обратилось к губернатору в ходе его визита в район с просьбой посодействовать в приобретении аппаратуры и другого инвентаря для учреждения. Здесь занимаются больше трех тысяч ребят. Направления разные, в том числе и спортивные. Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, несколько пар лыжных ботинок профессиональных, шахматные часы из крупного. Помимо этого была приобретена обувь, шипованная для занятий легкой атлетикой, скальные туфли для занятий скалолазанием и набор оборудований для спортивного ориентирования. С их помощью ребята уже завоевали новые медали на областных соревнованиях. А вот хоккеистам, которые тренируются в спортивной школе, только предстоит опробовать новую форму. Щеточки, уже современные, новенькие. Были приобретены коньки, специализированные вратарские, современные. Амуницию будут использовать игроки из семи команд района. Вот эта вот помощь, она была самая необходимая такая, что я задал вопрос к губернатору, и он пошел мне навстречу, как бы выделил эти средства. Сумма – внушительный один комплект полевого игрока стоит около 80 тысяч. Вратаря – в два раза больше. Мы скоро поедем на соревнования, весенние соревнования. Я выбрал хоккей, потому что хоккей играют только настоящие мужчины, трусы не играют в хоккей. За год глава региона посетил все 32 района Омской области. Сейчас планомерно ведется работа с обращениями местных жителей. Так, например, в Таре завершается капитальный ремонт игрового зала районного стадиона «Олимп». На это выделили больше трех миллионов рублей. Преобразился и оконечниковский дом культуры. В Тюкалинский район направили средства на приобретение спецтехники для очистки акватории пляжа. В Теврийский на ремонт водозаборной скважины в райцентре. И это лишь малая часть. В ходе рабочих поездок губернатора Виталия Хоценко в районы Омской области решаются самые острые вопросы. Как правило, они связаны с дорогами, медициной, догосификацией. Также в ходе таких объездов появилась новая региональная программа «Крыши и окна». За пять лет будут отремонтированы более тысячи школ и детских садов. Всего на исполнение поручений губернатора к этому дню выделено более 285 миллионов рублей в виде дотаций. Еще часть средств поступают напрямую от отраслевых министерств и ведомств. Анастасия Вишова и Дмитрия Ладогепченко, 12 канал. Историческая паперть Ильинского собора – неподходящее место для памятника Ленину. Тема восстановления разрушенного храма сегодня обсуждалась на встрече митрополита Омского и Таврического Дионисия с журналистами. Начать архипастор предлагает с молитвы. Летом, в День памяти пророка Ильи, планируется провести крестный ход из Успенского собора к Ильинской горке. Беседовали представители медиа-сообщества и о возможности строительства церквей в новых микрорайонах города, в частности на Левобережье. Также работники СМИ интересовались мнением митрополита касательно планов благоустройства соборной площади. Согласно новой концепции градостроительства, там предлагается поставить арки в качестве входных групп, обустроить форум для мероприятий, детскую площадку и парковку. Мы действительно были несколько удивлены и обеспокоены. Но были обрадованы тем, что все-таки позиция епархии будет играть какую-то роль в определении будущего соборной площади. Мы будем исходить в первую очередь из принципа, с одной стороны, соответствия стиле тех зданий, которые обрамляют соборную площадь, того здания, которое находится в центре соборной площади. Также владыка Дионисий пообещал рассмотреть вопрос организации пресс-туров по религиозным объектам для СМИ и чаще сотрудничать с медиа-сообществом. Добавлю, что только на 12-м канале у телезрителей есть возможность пообщаться с митрополитом в прямом эфире. Следующий выпуск программы «Благовесть слова пастыря» намечен на 10 апреля. И вот какие материалы мы покажем во второй части программы. Оставайтесь с нами. Мечта эмигрировать в Европу привела за колючую проволоку. Это все при вас почему сейчас находилось? Вы куда-то это увезти хотели? Давайте с удовольствием поговорим. Бывшего сотрудника оборонного предприятия осудили за госизмену. Какие данные он собирал для западных кураторов? Без асфальта дороги не залатаешь. Тот именно аварийно-восстановительный ремонт, который мы сейчас выполняем в настоящее время, его недостаточно. Омский завод выводит на мощность тысячу тонн асфальтобетона в сутки. Куда техника с ремонтной смесью поедет в первую очередь, а главное – когда? И минутка милоты, а мечи могут увидеть детенышей лемуров. Расскажем, где. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Путешествия по сказкам. Алиса в стране чудес. Маугли, Аладдин, Бременские музыканты. Экзотические животные с царицами тропиков пумами. Грандиозное шоу о добре и любимых сказках в Омском цирке. Невероятные Узвинские столбы, бескрайнее Онежское озеро и живописная долина реки Чулышман. Увидеть множество и других уголков России вы сможете вместе с Макфой. Купите любимую продукцию Макфа на сумму от 150 рублей в чеке, зарегистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше трех путешествий и 800 других призов. Открывайте красоту России вместе с Макфой. Продукцию торговой марки Макфа спрашивайте в магазинах города. Разгадать загадку старой игрушки и окунуться в детство в Омском цирке. Свои гастроли продолжают одно из самых удивительных представлений. Зрители ждут захватывающие номера, яркие костюмы и экзотические животные. Цирковой спектакль – это большая история, которая объединила в себе калейдоскоп красок и жанров. Подробности в материале. В цирке не понаслышке знают, как важна безопасность. Артисты подчас выполняют сложнейшие трюки со страховкой. А для зрителей фильтром спокойствия служит тщательный контроль на входе. А мечи относятся к таким мерам с пониманием. Впереди их ждет два часа погружения в удивительный мир сказок. Алиса в стране чудес, Золушка, Маугли, Аладдин и бременские музыканты. Цирковая программа захватывает дух. Юные зрители ни на секунду не отрывают взгляда от арены. Веселые клоуны заводят публику шутками друг над другом и взаимодействуют со зрительным залом. Еще одна фишка программы – интригующее иллюзионное шоу. Сказочные картинки меняются одна на другую, словно сообщая зрителю. Не удивляйся волшебству. В каждом из нас живет волшебник. Нам очень понравилось. Было очень весело. Видно, что ухоженные животные, такие красивые, упитанные. Это очень важно, когда ходишь в цирк. И нам было невероятно классно наблюдать. Мне очень понравилось. Особенно, как прыгали собачки и актеры этого представления. В цирковом представлении «Загадка старой игрушки» на манеж выходит множество животных. Причем экзотических. Крокодилы, пони, ламы, верблюда и даже пумы. Омские зрители очень теплые. Очень классно работать с ними. Выходишь и прям кайфуешь что-то. Чтобы увидеть представление, многие билеты купили еще за месяц до премьеры. Впечатления шикарные. Давно не были в цирке. Очень рады. Тем более омский наш цирк. Мы в восторге. Можно больше всего запомнилась? Ой, да все, ребят, все. Акробаты, эквилибристы, фокусники. Все шикарно. В период школьных каникул сделала подарок детям. Во-первых, еще услышали прекрасные отзывы об этой программе от коллег по работе. Поэтому поспешили за билетами. «Загадка старой игрушки» – это не просто калейдоскоп номеров. Это единая композиция и невероятное количество реквизита. Яркие костюмы, в которых продумана каждая деталь. Это шоу, которое нельзя пропустить. Осталось всего пять спектаклей. Зрителей ждут в Омском цирке 6, 7, 13 и 14 апреля. Далее программа продолжит свои гастроли, которые расписаны на год вперед. Преступление против родины. Амич, который передавал сведения о российской армии, осужден за госизмену. Вы это все при вас почему сейчас находилось? Вы куда-то это увезти хотели? Давайте с удовольствием поговорим. Согласно материалам ФСБ, задержанный бывший сотрудник одного из оборонных предприятий, он поддерживал связь с представителями Германии, собирал информацию об одной из омских воинских частей, а также планировал переехать с семьей в европейские страны. По итогам судебных заседаний мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Доказательства его вины нашли в ходе досмотра. Обнаружены и изъяты электронные средства связи, флеш-накопитель с содержащимися на нем координатами одной из войсковых частей города Омска, сведениями о руководящем составе военной организации, а также файл с печатными документами и фотографиями для оформления шенгенской визы. Мэр Омска Сергей Шелест поручил срочно обследовать проезжие части города, отремонтированные по нацпроекту безопасные и качественные дороги. Многие участки не выдержали проверку зимой, асфальт сошел вместе со снегом. С учетом потепления необходимо как можно скорее привлечь подрядчиков к восстановлению повреждений по гарантии. Также с этого дня начали увеличивать производственные мощности асфальтового завода. Подробности в нашем следующем материале. Перед началом горячего дорожного сезона все оборудование пристально проверяют. Готовят асфальтовый завод к запуску на полную мощность. Сейчас он функционирует в тестовом режиме. Необходимой смеси хватает только на латание самых проблемных участков магистрали. Но уже в ближайшие дни предприятие сможет выпускать по тысяче тонн материала. Еще один важный момент – качество. За ним здесь следят в собственных лабораториях. Готовый асфальт проверяют на прочность. Для этого образцы подвергают прессованию в специальной установке. Исследуют и материалы, которые используют для его производства. Проектируем составы в зависимости от назначения. Или это у нас ямочный ремонт, верхний слой, нижний слой, тротуары. То есть в зависимости от того, где он будет применяться. Оценил подготовку асфальтового завода лично мэр Сергей Шелест. Прошедшая зима с резкими перепадами температур негативно сказалась на состоянии дорожного полотна. Этой весной в ходе рейдов, организованных в том числе по жалобам о мячей и мониторингу социальных сетей, сотрудники ГИБДД обследовали уже более 70 градских магистралей. Нарушения выявили практически везде. В приоритетном порядке дорожники будут отрабатывать самые аварийные участки. Из трех установок на этом заводе две уже работают. Пока делаем в ночное время, на полный режим не вышли, потому что еще присутствует много влаги. И будет некачественный ремонт, если сейчас начать весь объем делать. И я думаю, что на полную работу мы примерно недели через полторы-две выйдем. Перед напряженным сезоном ремонтируют и сам завод. Промыты битумные бочки, закупленные и заменены изношенные детали оборудования. Подумали и об экологии города, модернизировали поглотители дыма. Также на заводе монтируют новую емкость для хранения готового битума. Ее объем 2000 тонн. Это даст возможность городу экономить деньги на приобретении сырья, заготавливая его впрок и по более низкой цене. На текущий год у нас по аварийно-восстановительному ремонту запланировано более 300 тысяч метров квадратных выполнять на уличной дорожной сети. Поэтому все у нас службы готовы к выполнению работ, все наши подразделения, дорожные эксплуатационные участки. Осталось лишь дождаться благоприятной погоды, чтобы выйти на Омские магистрали и приступить к масштабным работам. Ксения Пашкова, Анна Лукьянец, 12 канал. Первая торжественная отправка призывников из областного сборного пункта состоится 18 апреля. Весенний призыв начался на этой неделе. Главные новшества касаются возраста новобранцев. Нижняя граница осталась неизменной 18 лет, а верхняя повысилась с 27 до 30. Однако те, кому исполнилось 27 до 31 декабря 2023 года под призыв не попадают. Никаких электронных повесток не предусмотрено. Вручать их будут традиционно лично под подпись на дому, в учебном заведении или на работе. Кроме того, военкоматы могут направлять повестки по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания призывника. Известно, что 20 ребят из Омской области направят в президентский полк. Им выпадет честь первыми встречать почетных гостей, охранять Кремль, нести службу на посту номер 1 и в ротах почетного караула. Ну а большинство призывников попадут в учебные подразделения, где освоят технику, получат военно-учетную специальность и продолжат службу в соответствии с пройденной подготовкой. Этой весной для прохождения военной службы Омская область планирует направить более тысячи человек. Хочу успокоить призывников и их родителей. Зная, эта тема часто обсуждается. Срок службы по призыву остается неизменным – один год. Граждане призыва на военные службы к участию в специальной военной операции, повторюсь, привлекаться не будут. Трудовые коллективы выбирают комфортную городскую среду. В регионе, как по всей стране, сегодня идет голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2025 году в рамках президентского нацпроекта. Какие именно парки и аллеи преобразятся и станут чище, современнее и уютнее, решают люди. Сегодня свой выбор сделали работники одной из крупнейших ресурсосберегающих организаций. Вместе с волонтерами на предприятии побывал Денис Жарков. Чтобы отдать голос за понравившийся объект благоустройства, требуется только телефон, пара минут свободного времени и желание жить в комфортном городе. Сделать выбор помогут волонтеры. Сейчас они работают в центральном офисе Омского доканала, а после доберутся и до самых отдаленных его подразделений. По словам руководителя предприятия, сотрудники к голосованию подходят ответственно. Всем хочется, чтобы в городе были благоустроенные территории, парки, аллеи, детские площадки. Сам я лично проголосовал за территорию аллеи Победы в Октябрьском Денисско-Далькином округе. Это поселок Чикаловский. Вот почему? Потому что у нас на следующий год будет 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. И я считаю, что аллея Победы должна быть обязательно сделана в этом случае. Если аллея наберет достаточное количество голосов, там обустроят пешеходные дорожки, установят турны, скамейки, фонари, высадят деревья и кустарники, появится и спортивная площадка с тренажерами. Всего в Омске на выбор предлагается 13 общественных пространств. В частности, на благоустройство в 2025 году претендуют Скверсерово, Набережная Ми возле Горсовета, пешеходная аллея в границах улиц Энергетиков и Химиков, территорию культурно-досугого центра Иртыш. Важно голосовать за благоустройство всем жителям города Омска, для того, чтобы наш город становился с каждым годом все краше, чище и удобнее для проживания. Голосовать могут все омичи, начиная с 14 лет. Всероссийское голосование в нашем городе проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Сделать выбор можно как с помощью волонтеров, так и в режиме онлайн. Продлится голосование до 30 апреля. Итоги станут известны в начале мая. Денис Жарко, Владислав Осинцев, 12 канал. Стало известно, когда пройдет юбилейный турнир «СФСИ». Он будет десятым в истории бойцовского промоушена. Главным событием мероприятия уже объявили выход в октагон легенды ММА Александра Шлеменко. Организаторы обещают, что юбилейная встреча станет самой масштабной и громкой за три года существования. Отмечу, что за это время силами и мастерством в Омске успели помериться бойцы из Бразилии, Египта, Турции, Белоруссии и Казахстана. Десятый турнир пройдет 1 июня на G-Drive-арене. Информация о билетах появится в ближайшее время. На несколько часов сменили строгую служебную форму на игровую. Сотрудники силовых структур нашего региона сегодня сошлись друг против друга на зеленом поле в борьбе за главный трофей турнира по мини-футболу среди коллективов органов безопасности и правопорядка Омской области. Мероприятие посвящено 145-летию образованию уголовно-исполнительной системы России. Всего за победу боролось 14 команд, несмотря на то, что участники – друзья и коллеги в жизни, но сегодня они стали бескомпромиссными соперниками. В ходе ожесточенного турнира победителем стала команда МЧС, на втором месте команда Уфстин, бронза у Омской академии МВД. Физически настроены, подготовлены. Будем играть только на победу. Поддаваться своим не будете коллегам? Нет, у нас наоборот, как состязание между силовыми, особенно структурами. Мы принципиально к этому относимся, только победить. Основная победа – это будет общая. Безусловно, это общая победа силовиков, которые на сегодняшний день, я еще раз говорю, они являются сплоченным дружным коллективом. Ну и безусловно, данный турнир также идет и в поддержку проводимые специальные военные операции, потому что ребята, которые, в том числе и наши сотрудники, в командировках принимают участие, это и для них также очень важным моментом является сплочением коллективов. И последнее. В Омском зоопарке на свет появился детеныш Лемура. Родителями стали приматы Джулианна и Томас, живущие в детском экоцентре. Их малыш еще совсем крохотный, поэтому все время находится в обнимку с мамой. Та, в свою очередь, активно оберегает его от сородичей, лишь изредка дает понюхать. Зато присутствие посетителей ее не напрягает, гордо демонстрирует им наследника. Далее прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Спонсор выпуска ООО «Центр дентальной имплантации «Атлат». Стоматологическая клиника «Атлант» – лечение, протезирование и имплантация зубов во сне. Только в апреле скидка 35% на импланты. И о погоде. Завтра, 5 апреля в Омске. Переменная облачность без осадков. В ночное время плюс 1, плюс 3. Дневная температура 7-9 градусов выше нуля. В районах малооблачно ночью плюс 3, плюс 5. Днем до плюс 14. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Пока вы сладко спите, мы лечим ваши зубы. Клиника «Атлант» – стоматология. Лечение и имплантация зубов во сне. Только в апреле скидка 35% на импланты. Телефон 219066. Таковы новости. До встречи на 12-м канале. Субтитры подогнал «Симон»!